работа мини трактора тени толкая продвигалась спереди эта работа продвигалась и остановилась вот на этом хвостике на верхней и на нижней полочке вот этого швеллера нужно высверлить 6 отверстий чтобы установить ну вот эту скобу с каким-либо навесным оборудованием но данный момент вот этот плуг вот представляете чтобы высверлить а работа то не получается и перешел вот на этот плуг ужас то какой и теперь расскажу про этот плуг вот здесь был нож я его снял вот смотрите у этого плуга скажем есть нож снизу он затачивается и должен быть острый острый и без ножа я в данный момент установил вот этот плуг и получилось как была такая плоскость но нож должен я так понимаю он должен выйти как бы из этой плоскости он должен быть немножко длинный и вас здесь образуется вот такой зазор в виде клина а почему везде клина потому что происходит упор вот этой вот пяточки а почему это нужно я вам сейчас расскажу когда мы делаем настройку в этом узле тут получается определенный угол потому что вот здесь пяточка здесь нож они как бы упираются вот на эту ровную площадку и мы делаем эту настройку и что получается при движении мини трактора тени толкай вот это вот этот нож всей плоскостью начинает как бы врезаться в землю двигаясь мотоблоки не толкай и земля как бы создает сопротивление этому плугу и пол потихонечку начинает отпускаться все ниже и ниже и упираясь вот этой пяточкой потому что мы отрегулировали вот этот узел пяточка дальше не будет создавать этому плугу чтобы он врезался все глубже и глубже и глубже и глубже до тех пор пока этот мотоблоки не толкай заглохнет вот эта пяточка она и создаст определенный уровень глубины спашки в рыбу что-то такое но вот этот нож он бы как бы длинный и он получается как бы на весу обык понимаете да у него нет расстояние какое-то определенное он может и и туда и туда двигаться но вот эта пяточка она связана с этой всей регулировкой это вот нужно и вот этот нож должен выйти вот этой плоскости также начинает при движении этого плуга срезаться земля вот с этой стороны и вот это вот часть вот эта часть ну скажем вот этот нож и вот этот вот отвал в этой части они тоже должны выйти на скажем на два полтора сантиметра вот сюда и вот эта часть должна быть тоже острая как нож вот как нож и затачиваться вот с этой стороны не с не с этой стороны а с этой стороны затачиваться это нужно для того чтобы вот эта плоскость хвостика ну скажем вот этот вот этот срез срез получился вот такой вот а здесь есть расстояние вот такое вот это отвала ну я просто вот так вот установил данный момент здесь есть тоже вот такой вот зазор и вот эта пяточка будет двигаться туда или сюда туда или сюда то есть вот это острие вот это острие она будет двигаться по продольной оси выстрелена вот этого плуга вы представляете какая работа получается чтобы выстрелить эти отверстия это кошмары вот для этого вот смотрите что я сделал сейчас вам потихонечку потихонечку объясню что я сделал выстрел лазерный нивелир выставил вот эту вот вертикаль вот эту вертикаль подложу вот сюда пластину рассоединил два теперь мотоблока получилось они трактор мини так мини трактор и вот здесь нашел середину подвесил вот этот вот отвес и черточку там сделал и теперь вот что получается я с вами потихонечку потихонечку объясню вот что получается это только начало теперь теперь включаю луч где будет прикасаться там и будет прикасаться мы увидим вот смотрите вертикаль вот это продольная ось продольная вот вот она вот она продольная ось и уходит прям к отвесу вот так получилось и теперь от этой продольной оси раз вертикаль то есть вот так вот укладываю вот это ровную ровную рейку и смотрите что получается до рейки до рейки начинаю измерять от это расстояние получилось 20 ну скажем 24 24 теперь то есть вот вот этого луча до колеса вот это расстояние 24 сантиметр получилось но вроде понятно да мы это знаем 24 так вот что я сделаю чтобы было видно вот смотрите 20 там вот так по идее то и вот таким вот образом я укладываю получилось вот так это вот колесо и теперь вот таким вот образом этот лук но здесь обязательно если это средств земли до сред земли здесь должен вот такой быть зазор что ей и сделал потому что я тут буду делать этот лук по-нормальному они как в данный момент и мужик скорее всего с этим плугом мучился и уставал краснел и потел и вот здесь смотрите вот такое расстояние теперь посмотрите конечно вот это колесо нужно приподнять скажем приподнять вот скажем на как будет на какую-то чурочку каким-то размером а вот этот размер он будет обозначать на сколько вот это колесо будет проваливаться потому что этот плуг будет вот эту почву выбрасывать и там получится такая вот как бы ямка и в эту ямку будет попадать колесо и раз и срез почвы если мы будем смотреть в разрезе будет вот так вот такой вот срез высотой вроде понятно вот какой вот срез вот такой мы будем делать ну скажем в данный момент 15 сантиметров много это или мало я не знаю каждый смотрит по своей почве а вдруг там глина зачем эту глину меньше сделает и сейчас мне нужно по идее то выставить вот эту вот чурочку и колесо поставить на эту чурочку тогда вот а блок вот так встанет и ось изменится ось изменится и в таком случае нужно датика я сделаю попробую сделать не знаю упадет это вся конструкция нет вроде бы я все сделал но мне самое главное это вот это колесо лучше есть колесо там есть а там потом определимся как это все будет смотреться теперь вертикаль не нужно нужно ну скажем я вот таким вот образом мотоблок передача есть и теперь нужно чтобы этот мотоблок не упал вот установил на три точки раз-два и там колесо 3 . вот так мотоблок теперь в рабочем состоянии а теперь посмотрите мне нужно правильно я сделал да потому что вот эта цепка она двигается смотрю туда-сюда и теперь мне нужно опять же опять же опять же вроде бы мы даже с этими тремя отверстиями столько работы это кошмары и теперь опять мне нужно найти хотя бы уже не вертикаль а а тут как найти то ось то изменилась не ось изменилась я сделаю вот так как ответ здесь ответ здесь видите все изменяется его вот это вот цепка ее хвостик сейчас я найду сейчас увидите часы как на еду сейчас буду двигать 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 вот так вот так вот как да вот так оно будет я приблизительно выставил теперь вот так будет и теперь размер меняется получился он до колеса 29 см теперь 20 229 да я сказал нет 19 19 размер получился 19 теперь 19 и тут 19 все теперь появились параллели две и устанавливаю вот только сейчас я устанавливаю этот плуг и посмотрите я до колеса делал но колесо не будет по срезу ездить этой почвы срезаны почвы плугом а будет немножко уходить по-любому значит вот этот кончик плуга мне надо на два или на три сантиметра сдвинуть вот вот сюда то есть колесо все равно же не будет вот так вот ехать даже больше вот так сделаю вот так вот представляете где нужно сделать отверстие вот только сейчас я добился положение вот этого плуга где будут отверстия но проблема то в чем вот так я оставлю пусть будет проблема то в чем вот это вот двигается плуг остается на месте единственное что вот это вот двигается вот вот так но проблема в том что вертикаль то она у плуга совсем не вертикальная вот смотрите вот она не вертикальная и теперь мне нужно сделать вертикаль и только после того когда я установлю вертикаль закреплю как положено ниже плоткости вот этот вот нож потом не знаю вот здесь нужно мне тоже приварить какую-нибудь пластину и его так вот срезать чтобы она была толстенькая и заточить вот с этой стороны но вроде бы так и только после того когда я работу сделаю вот с этим плугом приду и установлю на три сантиметра от этой параллельной вот это вот продольной оси и только таким вот образом я найду вот эти вот три отверстия вот представляете и начну высверливать и высверливает там чтобы была соосность и только тогда будет все идеально но смотрите как получается если так выключил мешает вот в рабочем состоянии плуг в рабочем состоянии а ось ось то есть отвал будет вот сюда а ось вот этой получается как бы не по оси а вот здесь получается представляете вот здесь получается но это даже лучше почему потому что нагрузка происходит в одну сторону вот смотрите луч попадает на вот эту вот стойку плуга и получилось просто замечательно вот эту я работу сделал 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 срезал со стороны пятки где крепится нож вот в этом месте здесь конечно расстояние больше а теперь здесь расстояние меньше но это уже было завода тут это не я виноват тут четыре с половиной а тут три три и два вот как получается нас почти на сантиметра на 7 миллиметров представляете разница на это я здесь замерил воздействие больше как раз на один сантиметр разница получилось и если смотреть вот здесь то вот этот отвал должен вот таким вот образом быть то есть чуть чуть вот сюда если смотреть вот на эту плоскость и вот на эту плоскость это же плоскость вроде бы так хотя можно было там не пилить а можно нет надо было надо было а то вот сюда можно было полоску приварить но это такая работа была бы это кленовую полоску делать я лучше вот здесь что и сделал так и правильно сделал все теперь мне нужно установить вот сюда нож нож чтобы он выходил от этой плоскости насколько скорее всего сейчас буду думать насколько ну вот так бы чтобы туда вот мизинец пролазил было бы вообще замечательно я наверное вот это вот возьму с собой туда и буду замерять нож потому что плоскость туда уходит и вообще нож будет уходить это кошмары сколько нужно в общем сейчас унесу туда полоску и буду там думать ну чтобы он конечно ну не загнется потому что он под уклоном же земля то как то вот вот так и сразу вот здесь кому к земли но вроде бы так и вот сюда буду полоску не знаю приваривать лишь наверно приваривать вот вот как я буду делать сейчас этим я и буду заниматься так все остается все остается пойду работать здесь получилось расстояние ну с палец что-то так вот я решил сделать потому что уж нож будет то есть вот от этой плоскости от этой плоскости выходить раз на полтора на полтора сантиметра ну очень много но здесь конечно а тоже на полтора все вот смотрите подложил вот такую вот толщину ну решил вот такую толщину подложить здесь будет ну то есть вот эта плоскость я вот таким вот образом пододвинул чтобы к этому углу было и вот эту вот параллель вот эту параллель сделал то есть вот таким вот образом и угол коснулся и здесь тоже самое все соприкасается и и теперь мне вот отсюда нужно вот именно с нижней части не сверхняя с нижней получается пять с половиной это мне нужно записать пять с половиной а вот здесь вот здесь вот смотрите здесь к получается я вот таким вот образом установлю и приварю именно чтобы у вас здесь за . было не с той стороны а вот здесь и чтобы мне ее приварить нужно вот здесь вот срезать и когда я ее приварю приварить даже вот здесь приварю тогда именно вот этот угол и будет работать на средств на как бы ну то есть он нужен для продольной оси по идее то мотоблока этот угол будет только вот таким вот образом если плуг будет гулять то есть этот носик должен быть просто мощным быть а мощным может быть только таким вот образом они таким образом как было и этот носик он будет конечно постоянно заминаться что и было постоянно кувалдочкой распад правлю дальше кувалдочкой раз подправлю дальше а теперь изменю работу этого плуга будет установлен так если в надо вот таким вот образом срежу вот таким вот образом до конца срезать не буду вот так срежу пусть работала здесь будет угла угла же есть же вот таким вот образом сервис вот как я сделаю ну ладно это пластина будет вот здесь а А вот эта пластина, все-таки я решил, это будет лемех, и эта пластина намного толще, и она будет именно лемехом, натуральным лемехом, хорошим. И теперь мне длину же нужно найти, длину, длина вот отсюда получается, вот отсюда, сейчас я черточку сделаю вот здесь, значит, подставить и замерить, именно в этом месте, и здесь получается ровно 7 сантиметров, ровно 7 сантиметров, ширина 7, здесь 5,5, и вот эту длину теперь нужно мне, вот эту вот длину я могу чуть-чуть вынести, чуть-чуть на 5 миллиметров, Ага, на 5 миллиметров, значит, длина будет 29, 290, вот я от этих размеров и буду отталкиваться, вот как, а потом вот эту вот, нет, сначала ее приварю, а потом вот эту вот, вырежу и установлю, прижимая ее вот к этой пластине, вот как взял. Ну, ладно. Ну, вроде бы затянул. Гайки болтов, закрепив вот эту вот пластину, нож, вот такой вот получился. Красивый нож, но я теперь знаю, что относительно вот этой вот стойки вертикали, будет вот эта горизонталь, и угол получится 90 градусов, вот это я точно знаю. Ну, ну, сейчас посмотрим, как получилось. Вот смотрите, как получилось. Просто шикарно. Так, смотрим здесь, есть ли здесь просвет. Есть. Вот смотрите, клин. Четко выходит на пяточку. Здесь, соответственно, уже я приварил пластину, здесь, соответственно, есть тоже просвет. Ну, он маленький, но все равно есть. Если что, вот таким вот образом, вот так вот срежу, вот так срежу. Ну, если что, пока пусть так останется. Ну, здесь уже заточка сделана, правильно, с этой стороны. Заточка с той стороны. Это как стамеска. Вроде понятно. Как стамеска. Затачиваться, и я тоже так же заточил. И здесь заточено. Если что, буду вот так заточивать середину, затачивать, и у меня полукруг сам по себе получится. Нужно здесь проварить, здесь, здесь. Потому что все-таки, ну, острое, без проблем все будет. И теперь можно посмотреть. Вот смотрите, как получилось. Я взял немножко подлиннейший. Думаю, все-таки заточка будет, еще будет, но все меньше и меньше. То есть все меньше. И взял на срез заточки, вроде понятно. И угол здесь вот такой вот длинный получился. Но этот угол сгибаться не будет, так как здесь есть вот такая вот пластина. Как бы будет помогать вот этому углу. Ну, вот так получается. Я могу его так срезать. Вот так. Вот так взять да срезать. Без разницы. Потому что работа уже будет вот этой вот пластины. Вот этой вертикальной. Или боковой. Сейчас надо посмотреть по вертикали. Если что, придется здесь еще подпиливать. Всякое может быть. То есть, вот здесь нужно подпиливать. Так, вертикаль. Ну, вертикаль. Ну, получилось нормально. Но горизонталь я проверял. Пол просто по горизонтали. Здесь вертикаль. Ну, немножко отклонения есть, но это уже не страшно. Теперь мне можно уже я уже сбил тут все положения. Надо опять находить и уже конкретно уже по вертикали вот этой стойки плуга найти в каком месте мне здесь нужно высверливать этот металл для того, чтобы сделать вот такие же отверстия такого же диаметра. Сейчас опять буду все выставлять. Ёлки-палки. Надо же сбить. Ну, ничего. Знаю, как находить. Вот. В общем, две параллели найду. Сделаю. Бегал за линейкой. Вот показываю. Вот смотрите. Вот здесь горизонталь. Вот здесь. А здесь вертикаль. Вот в этом месте. Ну, вроде понятно. И я подвел луч таким вот образом, чтобы вот эта точка это и будет. Как бы крестик такой. Ну, вроде понятно. но и чтобы луч совпадал вот с этим отвесом. Вот что и получилось. Это вот обязательно нужно. Короче, вот здесь я водил-водил таким вот образом и все-таки нашел то, что я хотел. Если посмотреть, если посмотреть вот отсюда, ну, видно, да? Вот ровно посередине. Вот здесь ровно середина будет. получилась. Теперь мне нужно найти в общем, пусть так и будет. Найти здесь. Что у меня получилось? 18 сантиметров. 18. 18 сантиметров. И теперь вот эту вот линейку нужно... Ну, пусть там будет линейка. Ничего страшного. 18. Вот. Вот 18. Это будет до колеса. движение мотоблока туда-сюда лучше сделать меньше. То есть, вот эта полоса нужно взять вот так. Вот так сделать. Вроде понятно. На 3 сантиметра туда. Ну, давайте я на 3 сантиметра сделаю. это будет колесо. Это будет линия. Я ее длинную нарисую. И возьму... Давайте я возьму 3 сантиметра. Лучше будет. Меньше брать будет и лучше будет. Что тут говорить? еще одну полосу возьму, чтобы уже конкретно было. Вот. Теперь устанавливаю вот здесь. Вот. 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 Видите? Вот этот угол подошел вот сюда. Как только он подошел туда, я смотрю, вот так опираясь на этот угол. Видите? Начинаю вращение, чтобы была параллель. Все. Ну, да, получилась параллель. Теперь вот такой вот наклон. Сдвинуть туда надо подальше. вот так. Вот. Получилось просто замечательно. Теперь посмотрите, если мотоблок туда движется, то плуг как был, так и остается. Ну, чтобы он был настроен. Главное это вот эта вертикаль. и что я объяснял. Это я так думаю. У каждого по-своему, но я буду так вот делать. Теперь мне нужно вот каким-то образом я знаете, как делаю? Приподниму. Во! Еще лучше получилось. Вообще классно получилось. Правильно? Все правильно. Значит, отверстие здесь вот обалдеть можно. Что-то не то. Можно как бы сделать. Вот здесь вот, видите, что получается. Можно, конечно, заварить. Еще туда сдвигать. Это получится пять. Это что у меня будет? Вот такая полоска. Я так и оставлю. Отврать не буду. Так и оставляю. Сдвигаю как можно плотнее. Так. Все. Вот так. Так, ничего не совпадает и тут приходится как-то думать. м ом и оставляю. Продолжение следует...